Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов и материал моих коллег. Коротко главным. Марафон из вопросов и ответов. Сегодня Владимир Путин общался с журналистами российских и международных СМИ, ответив на множество важных вопросов. Один из них мы озвучим через минуту. Врачи Республиканской клинической больницы спасли мужчину от неминуемой парализации. Подробности позже. В Махачкалинском аэропорту встречали победителя Кубка мира по греко-римской борьбе Милада Алирзаева. Наш коллега попытался раскрыть все секреты успеха атлетов в спортивном блоке новостей. Двое несовершеннолетних жителей Буйнакского района отравились угарным газом. Двухлетнюю девочку и ее двухмесячного брата доставили в Буйнакскую городскую больницу. Их состояние оценивали как тяжелое, отмечались нарушения сознания и рвота. В ходе проверки выяснилось, что причиной утечки стала неправильная эксплуатация дымохода газового котла. Здесь вы можете видеть котел, соединение которого выполнено из жестяных труб. Пожалуйста, обращайте внимание на подобного рода соединения, так как подобного рода соединения приводят к утечке угарного газа. На такие соединения желательно надевать специальные хомуты с утолщенной резиновой прокладкой. Также необходимо опроветривать помещение, в котором используется газовое оборудование. В течение долгого времени токсичный газ поступал в жилое помещение и понемногу отравлял детей. В настоящее время пострадавшим, которые находятся в реанимационном отделении, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние детей при поступлении было тяжелым. Отмечалось нарушение сознания, рвота, нарушение кровообращения. В данный момент жизни и здоровье детей ничего не угрожает. Дети получают соответствующую посиндромную терапию. Дети еще находятся в отделении реанимации, но состояние детей лучше. МВД Дагестана предупреждает о том, что с началом отопительного сезона возросло количество отравлений угарным газом, которые происходят из-за несоблюдения необходимых мер предосторожности при эксплуатации обогревательных приборов. Основными причинами трагических случаев становятся грубые нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использование изношенных приборов, осуществление их самостоятельного монтажа или ремонта. Будьте осторожны. Соблюдайте все необходимые меры безопасности, которые могут спасти жизнь вам и вашим близким. Сегодня в рамках большой пресс-конференции президент России Владимир Путин несколько часов отвечал на множество вопросов на самые разные темы. Один из них прозвучал из уст журналиста телекомпании Russia Today Игоря Жданова. Он был о мировой безопасности и неугасающей террористической угрозе. Наш коллега подчеркнул, что Россия всегда осуждала терроризм, в частности теракты в Европе, ставшие реакцией на карикатуры о пророке Мухаммаде, мир ему и благословение. В то же время наша страна не поддерживает публикацию подобных карикатур. Журналист поинтересовался, где, по мнению президента, проходит граница между свободой слова и оскорблением верующих. И что делается в России, чтобы у нас не случился европейский сценарий. Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. Это постулат, общий причем. И те, кто действуют бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. Но, с другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной. И во всех мировых религиях, в том числе и в христианстве, и в исламе… Я вот недавно же приводил даже цитаты из священных писаний, из Корана, из Библии, из Торы, из священного писания буддистов. Во всех мировых религиях нет намёка на агрессию. И попирание твоих прав предполагает, что при попирании прав, в том числе прав верующих, реакция не должна быть направлена на лишение жизни человека. Что, в принципе, противоречит самому духу любой мировой религии. Российские врачи смогут получить инвалидность из-за коронавируса. Министерство труда расширило ранее изданный приказ о подряде причин установления инвалидности. Согласно ему, теперь её смогут получить врачи или медработники, перенёсшие коронавирус. Инвалидность могут получить медики, которые перенесли ковид, и он вызвал у них какие-либо осложнения. В список входят врачи, средний и младший медперсонал и водители машин скорой помощи. Заболевшим на работе медикам необходимо подтвердить факт перенесения инфекции с помощью лабораторных тестов. Также можно обратиться в специальную медкомиссию. В Махачкале врачи спасли пациента от инвалидности. В Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи поступил мужчина с переломом шейного отдела позвоночника. Он неудачно упал с автоцистерны для перевозки битума. Травма оказалась крайне серьёзной. Однако медикам удалось её излечить и сохранить движение конечностей. По словам врачей, основная сложность травмы была в том, что перелом приходился в области перехода шейного и грудного отдела. Но несмотря на это, медикам удалось не повредить спиной мозг и сохранить движение в конечностях. Сложность этой операции в чём заключалась? Иногда одномоментно, одноэтапно эти операции не удаются. Потому что это грубый перелом вывих, полностью когда целый позвоночник проходит, не всегда она удаётся на месте поставить и фиксировать. Но в этом случае, конечно, очень интересно и удачно это удалось. Правильный минимум перелом вывих, убрали диск, зафиксировали. Несмотря на всю тяжесть травмы, врачам удалось восстановить двигательную активность верхних и нижних конечностей пациента. Он сможет ввести прежний образ жизни, почти ни в чём себя не ограничивая. Мужчина встал на ноги уже на третий день после операции. Машина высокая, а через 4 метра высотой мы вложили битву из России сюда, до нашей заводы асфальты. Я единственное помню, что я наверх погнался по лестнице, обкрыл люк. Надо открывать люк обязательно, чтобы сливать клад. И в дальнейшем я уже ничего не помню. Сейчас рано заживёт, успокоится, всё, мы думаем, в конце этой недели мы её выпишем. В рамках республиканской государственной программы «Доступная среда» на дорогах Дагестана установлено 140 устройств звукового сопровождения пешеходов. Они, в первую очередь, предназначены для слабовидящих людей. Как только загорается зелёный свет, приборы начинают издавать звук, оповещая пешеходов о том, что переходить дорогу безопасно. На автомобильной дороге Махачкала-Турали-Каспийск, Махачкала-Аэропорт с подъездом города Каспийск. И, значит, на автомобильных дорогах Кизляр, Прохладный, Баба-Ёр. Установлены, значит, устройства звукового сопровождения пешеходов. Запланировано в 2021 и 2022 году тоже, значит, устанавливать подобные устройства на другие светофорные объекты. Чтобы слышали, например, если старые люди не видят, то, что горит зелёное, они услышат этот звук, могут пройти. Действительно, я вижу в этом пользу, потому что помогают для инвалидов эти пешеходы. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона планирует в дальнейшем развивать это направление, чтобы максимально обезопасить пешеходов от несчастных случаев на дорогах республики. Золотом из Сербии в родной Дагестан. Накануне в Махачкалинском аэропорту встречали победителя Кубка мира по греко-римской борьбе Милада Алирзаева. Напомним, что классик из Махачкалы в Белграде был вне конкуренции, весит до 82 килограмм. Наш корреспондент Курбан Рагимов узнал, в чём секрет успеха 22-летнего спортсмена. Этот рейс в Махачкале ждали с особым трепетом Милада Алирзаев, первый в воспитании дагестанской спортшколы, ставший обладателем Кубка мира по греко-римской борьбе. Встречать спортсмена приехали сотни болельщиков. 14 декабря все с замиранием сердца ждали от него только победы. На Кубке мира в Белграде Алирзаев был единственным дагестанцем в составе сборной России. 22-летний борец впервые выступал на столь высоком уровне. Несмотря на это, ученик Артура Куромагомедова и Магомед Али Магомед Алиева сумел оправдать возложенные на него надежды. На предварительном этапе Алирзаев выиграл три встречи, а финальное выступление завершил эффектной досрочной победой. В первую очередь был счастлив, что получилось, обрадую от всех, кто за меня болел, переживал. Эмоции, честно говоря, до сих пор чуть бурлят еще во мне, полностью еще не успокоился. И в пользу случаем хотел бы свою победу посвятить профессору, нашему тренеру, ныне покойному, Абакару Алипу Магомедовичу. Его как год уже нет с нами. Он большой вклад сделал в развитие греко-римской борьбы в республике. Это человек был большой буквы. Радость победы с чемпионом разделили его родственники, друзья, представители Минспорта и Федерации борьбы. Большая делегация приехала из Рутульского района, откуда родом Алирзаев. Выступавший и уверенный триумфатор способен ворваться в олимпийскую сборную страны на игры в Токио. Когда ему было 14-15, я тогда же ему сказал, я говорю, сынок, я думаю, что с тебя будет олимпийский чемпион и первым. Потому что у него какие-то данные такие, и рычаг длинный, и смотрю, боец, характер такой. Сам человек очень скромный и в поведении, и главный тренер сборной России Гоги Мурманович Кугашвили буквально вчера беседовали, говорит как раз таки о том, что очень крепкая психика. На этом все основывается, ведет себя хорошо, тренируется, можно сказать обычным словом, таким сленгом, пашет. День, ночь. Прекрасные тренера с ним работают. Скромный в жизни и зрелищный на ковре Милада Алирзаев в борьбе с шести лет. С детства он выделялся своим трудолюбием и упорством, что в итоге и привело его к большим победам. Алирзаев, он знает, он чересчур скромный парень, никогда, нигде не выделяется. То, что вот ему говорилось, выполняет задания, никаких личных вопросов не бывает. Мне как тренеру с ним очень удобно работать, потому что дисциплинированный, а это основной спорт. Есть дисциплина, это я как считаю, что это основной спорт. Это для нас, для нашей школы, то, что наш воспитанник, это большое событие. Почему? Потому что бывает, которые приезжие, там какой-то результат показывают. Только у нас вырос, это не только для нас, для республики и в целом России. Это большой результат. Я думаю, на этом мы не будем останавливаться. Еще много работы впереди, упорный труд. Я думаю, олимпийская медаль – возможное дело. Сейчас у Алирзаева нет времени почивать на лаврах. Уже через месяц в Ростове пройдет чемпионат России, где дагестанский классик выступит в новой для себя категории – до 87 килограммов. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова